Субтитры создавал DimaTorzok Я уже с вами не встречался, но кем-то были же, наверное же, правда же? И помните, как Ахиллес, богу равный, богу равный Ахиллес, жаловался Одиссею? Я бы согласился лучше быть наёмником у самого бедного пахаря, чем здесь властвовать над тенями фактически, над душами этих людей? Что проку мне? То есть представления в язычестве, в языческом мире, в греко-римском мире были такие, что после смерти тела лишь только некоторые герои восходили на Олимп, где торжествовали вместе с олимпийскими богами, а все смертные, даже богу равный Ахиллес – это что вообще удивительно? Как Гомер его смог туда поместить, до сих пор непонятно. А все прочие, они сходили в Аид, ад, в этот мир теней, о котором Гомер ничего не мог даже сказать, он не знает, что это такое. Действительный мир, призрачный, в каком состоянии находится там человек, были одни гадания, и всё. Это вот сейчас мы, знаете ли, всё-таки хоть чуть-чуть, мы знакомы с христианством, слышали кое о чём и говорим. А представьте себе, ничего не знали люди, просто ничего. Никакого Священного Писания не было. И вот то чувство неистребимости личности, которое присутствует в человеке, это чувство создавало, если хотите, выражаясь научным языком, теории того, что же продолжается после смерти. И высказы мы находим разные, но в целом, конечно, довольно пессимистический взгляд был на состояние души после тела. Вы знаете, такая вот книга, книга мёртвых, например, египетская книга мёртвых, там, говорят, много довольно интересных вещей. И, в частности, там просматривается о том, что всё-таки не только душа существует после смерти, но, интересное явление, что просматривается, как говорят египтологи, даже некая надежда на последующее восстановление земной жизни. Ну, как назвать? Воскресение или восстановление? Но, по крайней мере, считают так, что само строительство пирамид вот этих изумительных сооружений, которыми восхищаются даже современные все архитекторы, строительство пирамид, также захоронение, мумификация этих, так сказать, царей, фараонов. Затем положение туда рядом огромных богатств, запас пищи – всё это свидетельствует вот об этом неистребимом, интуитивном чувстве неиссякаемости жизни личности. Продолжается эта жизнь личности, а если она продолжается, то, соответственно, уже со своими представлениями и творили вот эти все вещи, эти пирамиды, эти запасы пищи, эти драгоценности и так далее. Говорят, что у нас у нас в дохристианской Руси было даже так, что, например, рядом с умершими князьями даже хоронили, заживо хоронили их жён. Это ужасно, конечно, себе представить, да, но говорят, что будто бы даже были и такие обычаи. страшно, но будто бы так. Но, так сказать, деталей много здесь можно у разных народов найти. В индуизме, в индуизме, там другое учение, вы помните, при воплощении душ. Мой дядюшка во время войны рассказывал о необыкновенной храбрости одного из Китая солдата. Говорит, мы его спрашивали, как ты так не боишься? Он совершенно спокойно. Говорит, когда мы прячемся, тут пули, всё такое, он совершенно спокойно. Говорит, а чего? А чего бояться? Тут же, если меня сейчас убьют, я тут же рожусь там, в Китае, и всё в порядке. Чего что-то особенного? Поэтому совершенно был бесстрашен. Интересное его верование было. Ну, в Китае, там, знаете, там такое смешение многих вещей и конфуцианства, и даосизма, и буддизма. И, в общем, его убеждение, говорит, было очень твёрдым, и он был бесстрашен. Но, говорит, правда, так он и остался жив. Бесстрашие, видимо, спасло его от смерти куда более, чем всех тех, которые его боялись и укрывались. Даже так. Ну, видите, разные представления. И все они носили, какой характер. Дело в том, что это всё были гадания, всё были предположения. Не было никакого твёрдого основания для того, чтобы верить тому или другому варианту. Таково было представление в неоткровенном мире. Если мы обратимся к Ветхому Совету, то здесь вы уже имеете представление, конечно, о том, в допророческий период довольно часто можно встретить, вот в Пятокнижии, например, очень часто можно было встретить, что вместе с телом разрушается и душа. Прекращается вообще жизнь. Пророки уже пишут о другом. Они уже говорят о том, что Личность не исчезает и что она получает по своим заслугам, по своим деяниям. Кстати, вот это вот, как мы сказали, разные совсем точки зрения, которые встречаются в этих ветхозаветных книгах, они в какой-то степени дали и основания для двух направлений в самом иудаизме древнем. Какое? Какие? Фарисейство и саддукейство. Если фарисеи верили в воскресение мёртвых и в тот с огромный мир и суд, то саддукеи, также основываясь, вы слышите, на Священном Писании, говорили, ничего подобного. Ничего подобного. Никакого воскресения. Душа рассыпается так же, как и тело. Никакой жизни личности нет. Конечно, здесь у них оснований было гораздо меньше для утверждения, но, тем не менее, как видите, они находили. Вот так. Так что даже в ветхозаветном откровении и то мы видим, что оно носило прикровенный характер. Говорилось только кое о чём, некоторыми намёками, и больше, и не больше. Только христианство уже сказало совсем о другом. Святотееческое учение о посмертной жизни или участи души человеческой говорит довольно, так сказать, подробно. Некоторые даже сюжеты приводятся такие, что просто даже кажется, носящие очень такой яркий характер. Достаточно, например, почитать повествование блаженной Феодоры, помните, который рассказывает о двадцати мытарствах, которые переживает душа человека после смерти. Правда, все эти рассказы, они чем характеризуются? Это довольно интересно. Там эти переживания, которые приходятся на долю души, они носят такой характер, который невольно вызывает, конечно, вопросы. Дело в том, что, когда говорится об этих мытарствах, они носят очень такой характер, я бы сказал, грубый, материальный. там мы видим именно грубые такие пытки, подобные всему тому, что может придумать наша человеческая фантазия, и что действительно неоднократно совершалось в истории. И мы это находим. Так вот, эти представления, представления, они они, конечно же, конечно же, не могут пониматься как действительное изображение состояния души. Я вот сейчас хочу вам зачитать, что сказал ангел Макарию Александрийскому, когда тому были показаны муки и страдания, так же, как, кстати, муки и страдания грешников, как, кстати, и блаженства праведников. Ангел – да, вот, я вам зачитаю. Святитель Московский Макарий пишет – должен, однако, заметить, что, как вообще в изображении предметов мира духовного для нас, облечённых плотью, неизбежны черты, более или менее чувственные, человекообразные, так, в частности, неизбежно допущены они и в подробном учении о мытарствах, которые проходят человеческая душа при разлучении с телом. И дальше он говорит следующее. А потому надобно твёрдо помнить наставление, какое сделал ангел преподобному Макарию Александрийскому, едва только начинал речь о мытарствах. Земные вещи принимай здесь за самое слабое изображение небесных. Надобно представлять мытарство не в смысле грубом, чувственном, а сколько для нас возможно в смысле духовном. И не привязываться к частностям, которые у разных писателей и в разных сказаниях самой Церкви при единстве основной мысли о мытарствах представляются различными. вот эта мысль, она проходит через Святоотеческие творения достаточно ярко, что это только некий образ, потому что иначе невозможно и сопротивить. Помните, я, кажется, говорил вам, ну, как слепому объяснить цвета? Ну, как ему объяснить? Но он хорошо слышит. начинает ему на инструменте нажимать клавиши на пианино и говорить «да» – это красные, «ре» – это оранжевые и так далее. И теперь понял? Слепой говорит «да, понял». Что он понял? Вот так и мы. Мы не можем видеть того, что происходит там. Но там явно происходит совсем не то чувственные и грубые, как говорит этот ангел преподобному Макарию. Здесь приходят душевные страдания. И эти душевные страдания обусловлены чем? Тем, открывшиеся для всех и всего в этом свете божественном открывшиеся все деяния человека. Вот о чём идет речь. Начинаются внутренние страдания, потому что душа не имеет того чувственного тела, какое она имеет в темной жизни. Вот о каких страданиях идет речь. О страданиях, во-первых, совести, во-вторых, о страданиях неблагодарности ко Христу, когда душа увидит, какая любовь была оказана, наказана ей. вот каково так сказать святоотеческое учение о душе и её посмертной участи. Правда, у того же Макария Александрийского мы находим и такое более подробное описание, что происходит в третий день. Ангел говорит, что два дня душа находится около тела, поскольку она привязана и есть она привязана около родных, около своего даже тела, если она очень привязана к нему. На третий день она восходит к Богу для поклонения. Что это значит? Вы слышите, вот что это значит? Вот мы говорим, но мы же не знаем, что это значит. Затем шесть дней душа созерцает обители праведников, то есть возносится в райские обители и созерцает их. В девятый день опять поклонение Богу. И затем 30 сколько дней 30 дней так показаны как раз те страдания, которые переносит душа, не принесшие должного покаяния в этой жизни. Ну, не приходится удивляться, что только шесть дней рай и напротив 30 дней преисподняя. Ну, ещё бы! Вполне понятно, к чему более мы склонны. Так описано вот таким образом, но всё это скрыто. Один епископ, когда умирал, то он, видите, говорил «не то, не то, не то». Всё не то, то есть по сравнению с тем, что он представлял себе. Вот так, друзья мои. какие свидетельства существования души можем привести? Ведь этот вопрос апологетический. Мы говорим, что есть душа у человека, но какие основания можем мы предложить? Я думаю, что мы должны давать всё-таки какой-то ответ предметный, а не просто вести рассуждение. Во-первых, нужно обратить внимание на следующее. вот та всеобщая в человечестве убеждённость, которую мы находим практически во всех религиях о том, что всё-таки после смерти в том или ином виде – варианты тут различны, но утверждается, что жизнь личности продолжается, и это убеждение в религиях не от каких-то фантазий, а приводится часто именно утверждение, исходящее из фактов посмертных явлений, уже заставляет, по крайней мере, задуматься о том, как можно объяснить этот всеисторический факт. – это первое такое и очень серьезное соображение. Второе соображение, которое можем высказать, это множество фактов, уже касающихся не древней даже истории и не религиозных даже верований, а фактов, которые приводят люди, часто даже далекие от церкви, маловерующие или даже неверующие, но которые прямо говорят о явлении им умерших, и чтобы не было, так сказать, мысли о том, что это воображение только, эти умершие говорят что-то, что прямо совершенно ясно и происходит, это тут же обнаруживается, что это так. Это так. Ну, вот факт, например, на лицо. У моей сестры вдруг вечером на молитии она вдруг ярко увидела лицо своего племянника. Увидела, даже вздрогнула и пришла, говорит, я сейчас увидела, да. На другое утро получает телеграмму, что именно в это время вечером он скончался. Причём, это были удивительные его кончины, было удивительное. Он совершенно неверующий человек был, он ещё молодой, но ничего неверующий. Так, перед смертью говорит, зажгите свечи, я вижу Бога, Бога, в Который он никогда не верил. И потом вот так оказывается, неожиданно вдруг явился. Я вам говорю, почему так я называю своих родственников, как уже тот, что достоверно абсолютно. Но я думаю, у многих тоже найдутся достоверные эффекты. Мой дядюшка, что же самое, получает телеграмму о смерти матери, то есть моей родной бабушки. Едет, едет, приезжает туда, в городишко, от которого ещё нужно было идти 15 километров пешком ночь. А время было очень неспокойное. Никакого транспорта, конечно, нет. Надо идти пешком. И вот он действительно говорит, я был в страхе даже, что делать. Он выходит и вдруг видит её, она впереди, о фигуре он всё знает, это она и есть. Мать! Он обрадовался к ней, он быстрей и она быстрей. Он медленней, она медленней, расстояние сохраняется одинаковым. Приходит, доходит до своей деревни, она исчезает. Приходит домой, она лежит. Сейчас очень много литературы даже появилось. Помните, когда Моуди написал книгу «Жить после жизни», как в Америке это была какая сенсация, какими гигантскими тиражами, миллионными выше эта книга. После этого появился ещё целый ряд книг, в которых сообщаются именно факты, а не что-нибудь, не выдумки, а факты. Роулингс, например, это врач, известный очень врач, который сообщает факты. Серафим Роуз – это ирмонах, которому действительно нет оснований неверий, пишет «Душа после смерти». Да, даже такой светский писатель, который был атеистом, Юнг – это известный психолог, да, даже он пишет «Жизнь после смерти», в котором только пытается по-своему объяснить, приводя вот эти удивительные факты связанные с явлением посмертной жизни. Это второе соображение. Я просто прошу обратить ваше внимание, потому что к вам будут вопросы, вы же должны сказать, почему верите, с какой стати. Это уже соображение не чьи-то, не кто-то, так сказать, просто рассказал. Это уже фактический материал. Потом я вам рассказывал в прошлый раз вот о том же соседей, который видел, как помните, на 1 мая своих друзей и так далее. Вот эти несколько фактов хотя бы надо иметь в качестве примера. Это действительно доказательство существования души, а не просто каких-то там, знаете, сновидений или представлений или фантазий. Стоит об этом помнить. А тот же Роулингс, он приводит какие факты, какие поразительные. Если Моуди говорит в общем-то о том, что после смерти все видели свет и там очень хорошее состояние и так это хорошо, то Роулингс уже пишет «Ой, я в аду!» И он пишет о том, что особенно страшные испытания и муки переживали те, которые пытались покончить жизнь самоубийством. он прямо сообщает именно эти. Причём он пишет откровенно, что очень немногие сообщают о том, что с ними было из возвращённых к жизни. Немногие, но те, кто сообщают, и вот он их записывает, эти факты действительно производят очень сильное впечатление. Но я так говорю из мира того, а сколько мы знаем сообщений, если мы возьмём христиан, возьмём церковь, возьмём сообщения наших подвижников, наших святых, сколько здесь фактов, на каком основании мы можем отвергать их. Теория только та с научной точки зрения подлежит серьёзному рассмотрению, который не отвергает факты, а включает их и может их объяснить. Отрицание же фактов – это есть уже не наука. В данном случае фактов слишком много. Очень много. Христианство же говорит совершенно определённо о том, что человек состоит из души и тела. Душа, причём, бессмертная, как таковая, личность неуничтожима. Может, вопрос к вам, но мало ли что говорит христианство, хотя оно говорит в этом отношении очень созвучно с другими религиями. Ответ. Если христианство, религия, действительно открытая Богом, следовательно, и то, о чём она говорит, есть истина. А, открытая Богом? Да! На каком основании вы это говорите? Но об этом мы с вами, кажется, говорили, я вам приводил. Кажется, эти аргументы очень важны, особенно в наше время. Вы даже знаете эти аргументы. Это вероучительные аргументы, это исторические аргументы, это психологические аргументы. Они очень важны, и если действительно эти аргументы достаточно приводят оснований для того, чтобы показать, что христианство – это не религия земли, а религия, открытая Богом самим, тогда и то, что она утверждает о душе, есть истина. Я, видите, всё время говорю по этому вопросу, поскольку он, этот вопрос, бывает очень часто, и поскольку для сознания, для сознания многих людей он очень труден. труден почему? Я вам говорил. Я не хочу, чтобы мои деяния открылись. Я не хочу нести за них ответственность. Меня не будет, и всё, и капут. Чуть-чуть, и меня нет. Знаете, как ребёнок прячется? закрыл глаза, и тётя у меня нет. Так и взрослые люди. Вместо того, чтобы подумать, подумать, а вдруг он есть, и решить этот вопрос принципиальной важности, вдруг просто нет, этого не будет. Ну да, сейчас у тебя нет, а через час что ты будешь делать, бедный? когда всё откроется. Природа атеизма – это вовсе не природа разумного рассуждения. О, если бы это было так! Вы знаете, разумные сомнения, они могут быть развеяны разумными доводами, но сама природа атеизма, как таковая, она исходит из другого центра, из нежелания Бога, нежелания, чтобы я имел посмертный, если хотите, суд. Вот, отрицание! И вот это отрицание, слепое отрицание, оно приводит к отвержению Бога. Вот где главный корень. В связи с этим, в связи вот с нашим вопросом о душе, мне хочется теперь поговорить с вами о таком вопросе, вопросе, я бы сказал, и интересном, и действительно важном, как о явлениях разного порядка. Я говорю о явлениях. Я под явлениями подразумеваю сейчас не те события, которые происходят в нашей этой земной жизни, а явлениях сверхъестественного или необычного, или непонятного характера, но те, которые выходят за границей нашего вот этого опыта, обычного опыта. Как их понимать, как к ним относиться, что это такое? Вы прекрасно знаете, сколько много этих фактов различного рода явлений, и какие порождают они суждения, какие порождают подчас домыслы, какие создают целые, так сказать, подчас дикие теории, вводя людей в полное заблуждение. Что можно сказать с христианской точки зрения об этого разного рода явлениях? Первое, что факты такие есть, и их много. Их очень много. Например, 42% американцев при опросе заявили, что они имели опыт контакта с умершими. Возьмите только одно эти явления, как прилетающие тарелки. Как их понять? Что это такое? Вы помните, сколько, да и сейчас ещё это, сколько литературы по этому поводу было написано. Огромное количество. Если мы обратимся к религиям, и особенно, если к религии христианские, то мы здесь найдём также потрясающее количество разных сообщений о явлениях. Явлениях, как мира божественного, так и мира тёмного. Скажу так. Вот и здесь действительно возникает вопрос и вопрос к верующему человеку, как он должен относиться, и вопрос, который пресекает от неверующего человека, что сказать ему. Я скажу, оба вопроса эти важны. мы часто думаем, что апологетика рассчитана только на ответы тем людям, которые не верят Богу. Да ничего подобного! Самые неверующие – это мы верующие. Мы гораздо более неверующие, чем те неверующие. Потому что, если бы мы были верующими, мы бы, наверное, стали бы уже святыми. Мы ничего не верим. живём как язычники и всё. И наша худшость в чём состоит? Что мы теоретически кое-что знаем, но относимся так, как не верим. Когда мы делаем добро, мы уверены, что Бог нас видит. Когда мы делаем зло, мы прячемся от Бога и надеемся, что он нас не видит. мы очень умные люди. В этом отношении действительно это психологическое, так сказать, явление, оно может удивлять каждого. Как христианство смотрит на явление этого разного порядка? Ну, здесь их очень много, и рассматривать их надо, так сказать, видимо, по каким-то распределяя полочкам. Ну, давайте немножко сначала поговорим о явлениях чисто, я бы сказал, христианского что ли, характера, который происходит с людьми, с людьми верующими, и какой характер они могут носить. Вот, например, интересный факт. Вы все знаете, например, книги наука святости этого епископа Варнава. У него несколько книг издана. Это книги интересные по своему фактическому материалу, но совсем не означающее, что все точки зрения, которые он там высказывает, действительно являются правильными. Я почему о нём сейчас говорю, что, во-первых, эта литература очень интересная, и подчас для каких-то тем его стоит посмотреть. Там у него он очень учёный человек, и у него способности просто колоссальные. С другой стороны, посмотрите, например, на такой факт из его жизни. Он был ещё достаточно молодым, но человеком был ревностным в христианском смысле этого слова. И вот один из фактов его биографии. Он иногда совершая богослужение или ходя в храм или совершая богослужение, иногда возвращался домой избитым. Причём никто из людей его не трогал. Не подумайте, что его встречали и кто-то избивал. Нет-нет! Но был избит действительно по-настоящему. и с подтёками, и с синяками, и прочими всякими вещами, которые прямо свидетельствовали, о чём его спрашивали. Это в его биографии написано, можете посмотреть. Причём это совершалось, ещё раз повторяю, не людьми, а бесами. Именно они нападали и сбивали его. Не думайте, что это какой-то единичный факт. В истории церкви мы находим такие факты. И они, они, эти факты носят разный характер. Характер в каком отношении? Причины этих фактов совсем разные. Это надо знать. Вот в этом отношении незаменимым пособием является творение Игнатия Брянчанинова, святителя. Уж не говоря о его действительно, действительно о его святости и духовном опыте, важно это что? Мы можем поставить под сомнение опыт любого человека. Его творения, чем замечательные, они непрерывные, полны, полны ссылками на святых отцов, которые можно посмотреть прямо вот, смотрите, ссылки на святых отцов. Оттуда он берёт их мысли, оттуда берёт он сами факты из их жизни. А вы помните, я вам говорил, чем отличается православие только от всех других конфессии, чем и отличается, что оно критерием истинности полагает ничто иное, как согласное святоотеческое учение по какому-то вопросу. Вот что только истинно. Даже мнение отдельное одного святого, двух святых не может рассматриваться как уже учение церкви. Можно сказать, так-то учит святой и всё. Когда же мы видим, когда же, слышите, когда мы видим множество отцов, говорят одно и то же по данным вопросам, мы говорим, это уже не мнение, а это уже действительно откровение Духа Божьего. Это истинное учение, то, которое отвечает реальности, а не сочинённой фантазии человека. И вот здесь, касаясь этого вопроса, мы находим очень важное, друзья мои, положение, которое на всякий случай нам надо знать. На всякий случай. на случай, что обратятся к вам с вопросами. Дело вот какого рода. Встречаются люди, которые очень ревностно хотят духовной жизни христианской, но которые мало понимают, что должно быть положено в основу этой духовной жизни, к чему надо стремиться и как достигать. И часто увлечённые этим своим подвигом, в основном телесным подвигом этим, постом, молитвословиями, поклонами, если хотите, хождением на богослужение, исповедью причащения, то есть вот этим внешним подвигом, но не понимая того, что должно быть положено, об этом сейчас мы поговорим в этом, они попадают не на тот путь. Они уже начинают искать вот тех плодов, которые, как они читали у святых отцов, появляются и должны быть, и уже ищут их, уже ожидают их, поскольку уже присутствует в них что? Что? Прошу обратить внимание – самомнение. Я же подвязаюсь, вы понимаете? и я следовательно уже должен получить и вот это самомнение, которое вы можете как хотите, сказать гордость, хотите тщеславие, но самомнение это, это уже ожидание от Бога этих милостей, ожидание уже Царства Божьего, которое внутри меня должно открыться. Оно оказывается, это самомнение, это брешь в душевном корабле, брешь страшная даёт возможность хлынуть, хлынуть в человека – это грязному потоку этой тёмной силы. Аказы, святые отцы говорят, что такой человек становится жертвою бесовских нападений. допускается им вплоть до того, что они нападают на его даже тело, не говоря на душу. Происходит не только явление, которое устрашает душу, они избивают физически даже этого человека. Допускается это по какой причине? Потому не опомнится ли человек, не задумается ли? Если, к сожалению, здесь не найдётся мудрого, так сказать, руководителя, который может показать ему эту причину, то этот бедный подвижник может подумать, он уже достиг чего? Сражение с самими бесами. то есть ещё больше может превознесеть. Окончание таких людей бывает часто очень тяжёлым. Некоторые кончают жизнь самоубийством, причём каким самоубийством? Ну, с 15 этажа вдруг взял и полетел. Ангелы же должны поднять, сами понимаете же, я же достиг, они меня понесут на своих крыльях. Или, как пишет Игнатий Бринчинов, как один там монах на Валааме пошёл, лёд ещё был тонкий, и братья говорят, он говорит, мне надо возвращаться, уже вечер, темно, я иду в скит, возвращаюсь. Ему говорят, не ходи, лёд ещё тонкий, можешь провалиться. Ответ – я лёгок стал. Проходит буквально несколько минут, крик в ночи, лёд провалился, и этого монаха так и не нашли. Я лёгок встал. Вот это очень, друзья мои, серьёзный факт, который надо как-то запечатлеть. Человек неправильно ведущий подвиг, может погибнуть и духовно, и телесно. Он не кончал этот максимум убийством, нет, он просто мнил о себе бедняжка, что он уже стал лёгок от поста и молитвы. недаром строгое предупреждение святотеческое носит такой характер. Телесный подвиг без духовного более опасен и более вреден, нежели даже от состия такового, ибо он приводит к самомнению и гордыне. Итак, могут быть эти явления, доходящие до физического даже калечения, если хотите, при неправильном подвиге. Но могут быть и правильные. Я не знаю, я вот говорю об этих вещах, но на всякий случай всё-таки, друзья мои, просто, ну, чтобы знали, теоретически хотя бы знали об этом, хотя в наше ли время говорить о таких вещах, когда мы живём уже как скотики некие, а не как люди, которым нужно только есть, пить и развлекаться. И больше ничего не надо. Но всё-таки на всякий случай знать кое-что нужно, может, когда и пригодится. Если не самим, то, может быть, другим. Есть и правильный путь, правильный путь подвига, который, кстати, на котором тоже, кстати, могут быть точно такие же избиения, вы слышите? Но чем отличаются и в чём различия? Правильный путь – это тот, о котором, как я упомянул уже, есть духовный подвиг, который кладётся в основу, который является стержнем всего подвига христианина и который приводит к правильной цели. в чём он заключается, этот подвиг? К понуждению себя не просто к подвигу, особенно связанному просто, физическому, а к подвигу борьбы со страстями, которые появляются в моей душе. Прежде всего, это самомнение. Это прежде всего с мыслями разного порядка, с чувствами, возникающими ими. И в основу этой борьбы что положено? Покаяние. Постоянное покаяние. если оно сопровождает этот духовный подвиг христианина, то такое покаяние, оно не только омывает глаза человека с тем, чтобы он видел, куда идти, но это покаяние, оно открывает человеку и то, что он до этого не видел даже. Ведь вначале человек видит только самые грубые грехи, самую грубятину, самые, может, отвратительные и безобразные. И всё. А дальше что? А дальше ничего. Не случайно же, когда человека у меня и нет грехов. Почему? Я никого не убил и не ограбил. А что ещё? А какие ещё грехи? Обманул-то, кто не обманывает? Разве это грех? Вы слышите? Грубятина, невероятнейшая грубятина. И доволен со всем святой. Только его не тронь, а то сразу пойдёт вонь. тщательное наблюдение за собой и покаяние во всём том, что происходит в моей душе недолжного, оно начинает открывать человеку то, что он не видел. И в конечном счёте это приводит к первому, первому, необходимому видению, 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 слышите? Первому, которому можно назвать видение, можно видение назвать, о котором пишет преподобный Пётр Дамаскин, который прямо говорит, что первым этим видением является ничто иное, как видение грехов своих. Видение, даже он говорит так, бесчисленных, как песок морской. И это начало только, он называет это началом только духовной жизни, как он выражается первым признаком начинающегося здравия души. Является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Вот на этом пути тот человек, у которого действительно есть вера, есть желание жить по-христиански, и если есть у него действительно некая ревность хотя бы к этой жизни, к этой жизни, то на этом пути, на пути подвига, да, подвига, да, телесного подвига, не думайте, и душевного подвига, на этом пути покаяния, на этом пути молитвы, так, постепенно расширяется кругозор этого человека, духовный кругозор. расширяется. Эта молитва покаяния действительно стирает, стирает у него грязь с глаз, благодаря которой он начинает видеть изъяны своей души. Вы знаете, мы думаем, говорим так, стирает грехи. Ну, верно, грехи-то можно стереть покаянием. Грехи! Я обманул, я каюсь. А свойства обманывать только покаялся, через минуту и опять обманул. Представляете? Не смешивайте. Грех как факт с болезнью души врать. Совсем разные вещи. Так вот, одно дело – покаяться в грехах и в грехе. Другое дело – искоренить свойства, эту болезнь, эту искоренить. Это же совсем разные вещи. Так вот, оказывается, на правильном пути происходит постепенное, это постепенно, быстро нельзя ни в коем случае, человек сразу возгордится. Постепенное освобождение от страстей. Постепенное. И это освобождение от страстей, от этих болезней, приносит человеку действительно радость. Радость действительно, утешение, мир, мир душевный. Я почему об этом говорю? Потому что многие, и часто это можно даже слышать, непонимающие люди говорят, вот у вас одно покаяние, одни слёзы, одни скорби, одни страдания. Какая глупость! То есть, и не глупость, это полное невежество. Они даже и представить себя не могут, какую радость, какую радость имеют слёзы покаяния! Какой мир получает душа, когда действительно начинает хоть понемножку исцеляться от этих своих страстей! Они даже и представить себе не могут! Как это Серафим Саровский мог говорить, что, ощутивший это, готов тысячу лет жить в келье, в которой ежеминутно его бы грызли черви? И он говорит, лишь бы не лишиться только этого великого блага, которое получает душа. Недаром святые мученики, как восклицали, когда касалось им это, говорили, мучения эти – суть радость рабам твоим. Сами мучения. То, что поражало мучителей, они говорят, а радость рабам твоим! Этого не понимает человек, который никогда не испытал. И мы, хотя не испытали этого, но мы должны, хотя знать! И дай Бог, чтобы верить, хотя бы этому! И вот на этом пути, по мере очищения от страстей, по мере приобретения опыта борьбы со страстями, наступает нечто. Что? Вот эта борьба со страстями – это вы знаете, что это такое? Каждому каждой страсти соответствует бес. Каждому греху, говорят отцы, хороший есть термин, очень интересный, присидит бес. Правда, здорово? Присидит. Ну, здравствуй! Мы с тобой друзья, голубчик! Давай-давай! Ври-ври! Я очень рад! Антоний Великий так и пишет, что, когда мы начинаем жить по страстям, то становимся, попадаем в порабощение к демонам-мучителям, даже называют их демонами-мучителями, которые разжигают ещё больше эту страсть. И человек сам на себя потом удивляется, откуда у меня это только? Так вот, этот человек, который постепенно проходит путь очищения, оказывается, на определённой ступени духовной чистоты, я бы сказал, высокой духовной чистоты, той чистоты, о которой говорит один из святых. человек, очищаясь, начинает видеть то, что ниже его природу вот этих тварей всех, четвероногих, четвероногих, присмыкающихся, летающих, то, что ниже его, то, что равно ему, ему начинают открываться души людей других. Он может видеть душу и не соблазниться, представьте себе, и не соблазниться его грехами, и не осудить его. Ну-ка, кто это сможет? Мы чуть-чуть за кем-нибудь увидим, сразу слыхал? О! Картинку увидим, ой, глаза вот такие, как плошки, начинают вращаться. А здесь человек приобретает тот уровень бесстрастия, когда он может видеть грехи другого человека и не соблазниться, и не увлечься сам, и сам в душе своей не совершить ничего подобного. Ух, какой это уровень! И он говорит, этот человек не только может видеть то, что ниже его, то, что равно ему, но даже и то, что сейчас выше его, он начинает, он начинает видеть духовный мир. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...